Брещанин Владимир Оливкович живет и в Жабинке, а работает в областном центре. Узнав о проводимой в нотариате акции по бесплатному консультированию, решил не упускать возможности прийти на прием. Тем более, что вопрос, который назрел у мужчины, требует быстрого реагирования. Кстати, за получением консультации не пришлось ехать в центр города. Можно было обратиться в нотариальную контору Московского района. Она находится по адресу Московская, 273А, в здании Белгостраха. Консультацию я получал по вопросу продажи дома в деревне. И консультацию получил качественную, считаю. То есть отнеслись очень компетентно, мне все рассказали. Мне, по крайней мере, все понятно, каким образом нужно это все делать. Человек может подобрать именно этот день для себя. Ну, где-то с работы может только отпроситься. Может быть, каким-то образом спланировать свое личное время, либо служебное, чтобы получить такую консультацию. Ну, и я считаю, что это полезно и людям необходимо. Многим могут воспользоваться. Отчуждение недвижимого имущества. Вопрос, с которым приходят к нотариусу, едва ли не каждый день. Он всегда актуален ввиду того, что люди постоянно стремятся улучшить свои жилищные условия. В Беларуси отчуждение жилых помещений совершается по таким сделкам, как купля-продажа, договор дарения, договор пожизненного содержания с иждивением. Нотариусы акцентируют по этой теме к каждому обратившемуся клиенту подход индивидуальный. К каждому объекту нужно подходить индивидуально. Почему? Потому что правоустанавливающими документами на каждый объект будет являться свой документ. И нужно непосредственно произвести, посмотреть этот документ, в соответствии с чем? В последующем выдать консультацию. Какие документы собрать гражданину, либо мы можем самостоятельно собирать эти документы по принципу «одно окно». То есть здесь уже зависит от пожеланий человека. Словом, тонкостей и нюансов в этой теме много. Немаловажный момент, который необходимо рассмотреть. Если квартира приватизирована с учетом денежных средств других членов семьи, то в данном случае требует о согласии всех участников приватизации. Наиболее сложными являются отчуждения недвижимости, когда правоустанавливающими являются договоры приватизации. Здесь гражданам нужно быть внимательными, потому что зачастую требуется согласие не только дарителя, одаряемого, либо покупателя, а также согласие членов семьи, либо участников приватизации, если жилищные общие квоты вносились. Акции бесплатного консультирования проводятся регулярно. Они приурочены к различным государственным праздникам. Узнать о следующей можно на официальном сайте, а также на страницах газеты «Заря».